Вынужденные переселенцы в Днепре остались наедине со своей жилищной проблемой. Многие из них ютятся в съемных комнатушках или квартирах без элементарных удобств. И это при том, что в городе уже более двух лет пустуют общежития, отремонтированные специально для переселенцев за деньги Евросоюза. Почему, выясняли наши корреспонденты. Аркадий три года назад бежал из Донецка из-под обстрела в Днепр. Он инвалид, поэтому не может найти работу. Живет за счет соцвыплат. Денег даже на сносное питание не хватает. И говоря уже о медикаментах, все уходит на оплату арендованной комнаты. Мужчина не раз просил помощи у местной власти. Я каждый месяц приходил, и мне был ответ один. В следующем месяце что-то придумали. И вот так вот я ходил полтора года. Пока люди скитаются по съемным комнатам, в городе пустуют четыре здания, отремонтированных на деньги Евросоюза. Их обустраивали как общежитие для переселенцев. Для этого городу выделили полтора миллиона долларов. Это кухня с мойками. Здесь вот печки стоят, просто они еще не установлены. В том здании будут холодильники и тоже часть печей. Это общежитие проставят уже два с половиной года. Поселить сюда людей не могут, так как здание на бумаге является детским садом. Его нужно поменять статус на жилое помещение. Общежитие это будет, временные квартиры, переселенные, как угодно, гостиница. В горсовете рассказывают, уже занимаются переоформлением документов. Через три месяца бюрократическая процедура будет завершена. Но и тогда люди не смогут сразу же заселиться. Ведь в некоторых зданиях нет канализации, не подведено электричество и газ. Даже если там вопрос в электросети, в канализации, все равно это все будет через проект делаться по подключению. Тут дальше сроков мне объявить трудно. Это всего лишь отговорки, уверены юристы. Ведь, как выяснилось, часть отремонтированных комнат уже заняла одна из местных общественных организаций. А на еще одно здание претендует предприниматель. Что происходит? Если вопрос в документах, тогда почему другим организациям и другим людям эти здания передаются? Надежды на то, что людей когда-нибудь заселят в отремонтированные здания, все меньше, признается дончанин Игорь. Он в Днепре уже три года показывает папку заявлений от таких же, как он, вынужденных переселенцев. Помогает им с поиском недорогого жилья. Просто нет слова, мы не знаем, как это называется. Это злой умысел или просто бюрократические проволочки. Почему это делается? С какой целью? Переселенцы мириться с ситуацией больше не хотят. Уже создали электронную петицию, просят президента вмешаться. Ведь пока чиновники переоформляют статус отремонтированных помещений, те уже начинают разваливаться. В одном из зданий обрушился потолок, по фасаду пошли трещины, а крыша дала течь. Виктор Ткачук, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр.